Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Сегодня тема, как не зависеть от курса доллара. В последнее время, да почему в последнее время? Это не в последнее время, это вообще на основе моего опыта, наверное, с 2005 года, постоянный вопрос возникающий, как сделать так, чтобы не зависеть от курса доллара. Когда я даю ответ на этот вопрос, люди всегда удивляются, что решение очень простое, очень очевидное и неоднократно слышное, но при этом же хотят какую-то чашу священного грааля, который бы позволил там навсегда, в принципе, защититься от колебаний курса. Смотрите, почему в принципе, какова природа данного вопроса? Это отвечая на вопрос зачем. Зачем вы задаете такой вопрос, как защититься от колебаний курса? Защититься от колебаний курса можно очень просто, купите доллары, и вы защититесь от колебаний курса рубля к доллару. То есть у вас просто все деньги будут в долларах находиться. Тогда у меня возникает закономерный вопрос, ну все, вот решение, как защититься. Купите доллары, держите доллары, купите наличными, безналичными, наверное, сложнее сейчас. Второй вариант, купите активы, которые номинированы в долларах или имеют прокси на доллар. Купите активы, которые имеют отрицательную корреляцию к доллару, золото, например. То есть вы можете золото купить за рубли и доллары. То есть если провести анализ, почему люди задают, да, ну то есть задают данный вопрос, анализ на основе общения с людьми, которые задают этот вопрос, да, выводы, которые лично я строю, к чему сводятся? Они сводятся к тому, что доллар по отношению к рублю это более стабильная валюта, да, то есть она менее волатильна. У нее нет хождения там по 50-100% в год и, соответственно, людям является ключевым моментом некого сохранения покупательской способности. Но при этом вы должны понимать, что в экономике, основанной на кредите, когда есть кредитный ресурс, кредитный рычаг, инфляция всегда будет. И большое заблуждение считать, что если вы купите доллары, то вы защитите от инфляции. Да, частично рублевую инфляцию вы таким образом компенсируете, но есть же еще и долларовая инфляция. Как вы будете защищаться от долларовой инфляции? Поэтому, если с позиции валюты решение давно дано, то есть это диверсификация валюты по различным классам, исходя из позиции, где вы собираетесь жить. Простое использование вместо предлога или предлога и уже позволяет чувствовать вам спокойно. Понимаете, об этом я могу рассказывать сколь угодно долго, но пока вы сами этого не сделаете, вы этого не поймете, вы этого не прочувствуете. Потому что решение очевидное, а любые очевидные простые решения почему-то у нас в стране не принимаются. Когда у вас 50% рублей и 50% долларов, для вас курс становится без разницы какой. То есть, если доллар растет, то у вас 50% капитала в рублях растет, 50% остается на месте. В случае, если будет наоборот, по какой-то причине доллар начинает падать, а рубль укрепляться, война началась где-нибудь там в районе Персидского залива, да, цена на нефть улетела и рубль укрепился. Может это быть? Ну, наверное, кто-то скажет, что нет, этого невозможно. В теории, практика моя показывает, все, что мы говорим невозможно, бывает возможно. То есть, просто давайте мы с вами вспомним за последние там 3 года, что произошло такого, что еще 5 лет назад мы бы сказали, что это невозможно. Ситуация с ковидом, ограничение передвижения, ношение масок, QR-коды, закрытие в домах, люди не могут непосредственно никуда выйти. Увеличение денежной массы в долларах на 30-40% за один год, то есть, никто бы никогда в это не поверил. Опять-таки, спецоперация, которая проводится сейчас, да, то есть, сколько происходит событий, которые, ну, опять 5 лет назад, спроси любого здравомыслящего человека, он бы просто покрутил бы пальцем его виска в лучшем случае, а в худшем случае позвонил бы в скорую, вызвал бы дурку, да, чтобы забрали в психиатрическую больницу куда-то больного человека. И все, кто об этом говорили, они, соответственно, рассматривались как больные. Но при этом мы видим, что это может быть. И от этого никто не защищен. И моя практика показывает, что ситуация, когда у вас просто разделены активы глобальной диверсификации, каким образом защититься, 50 на 50. И самое главное, не просто у вас активы находятся, потому что, когда вы находитесь в валюте, вы покупаете просто средства платежа. Просто некий эквивалент потребительской ценности, меры стоимости. И поэтому эти средства, они тоже должны развещаться в инструментах, создающих прибавочную стоимость. Если вы в долларах находитесь, у вас должны быть долларовые активы. Если вы находитесь в рублях, у вас должны быть рублевые активы, которые приносят дополнительный доход, покрывающий инфляцию. И такими, наверное, классическими инструментами, более консервативными, является недвижимость. В меньшей степени являются облигации инструмента денежного рынка. А в долгосрочном периоде и в большей степени таковыми инструментами являются акции. Такой ответ на вопрос может быть коротко, может быть необычно. Но я не вижу никакой целесообразности об этом еще больше рассказывать, потому что решение простое и очень эффективное. Эффективность проверена временем, проверена результатами моими личными, клиентов, которые говорят, я просто стал спать спокойно. Я просто перестал нервничать по поводу того, что где у меня находится. И вот это, я думаю, что в сегодняшних реалиях, наверное, ключевое. Спокойный сон. Друзья, если вы хотите еще более спокойно спать по ночам, если хотите снизить порог тревожности относительно вашего капитала, если хотите получить стратегию, каким образом сейчас можно распределить свой капитал, у нас есть уже проделанная большая работа, порядка пяти часов мастер-классов, два мастер-класса, по поводу того, как инвестору попасть в зону комфорта в текущих реалиях. Ссылка на данный мастер-класс находится в описании под данным видео. Проходите, смотрите, получайте. Можно ускоряться, что называется, да, если вы считаете, что это много. Там очень много полезной информации для того, чтобы сейчас, в эти непростые времена, обрести спокойствие. И я показываю, что лично я в этих условиях делаю, чтобы и я, и моя семья спали спокойным сном и не переживали за свой капитал. Хотите так же? Welcome. Буду ждать. Что ж, у меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok